Я всех приветствую на своем канале Ниньфам и Чиньфам и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось вас пригласить с собой на прогулку, на шопинг прогулку, потому что во время скидок мы с мужем ездили в Аутлицентр и сделали там покупки. Сначала я вам покажу вообще как выглядит это место, как мы туда доехали, а потом я уже покажу соответственно что я там купила. Так что если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем доброе утро. Сегодня мы отправляемся в общем-то за покупками. Сейчас ровно 9 часов. 9.05. У нас ждет автобус. У меня муж устроил такой сюрприз. В общем-то так как я очень долго много работала, он у нас сегодня першопинг день. У меня муж, это заявил дороги. У меня очень много идей, летая, летняя, летняя бусинка находится на дороге. Нет, минута вод죠. Хотела вам заснять именно снимок, когда мы проезжаем по трассе, что меня еще самый первый раз удивило в Германии, я еще в этой стране не жила, просто проезжала мимо, то что даже вот вы едете по трассе, вокруг вас красивейшая природа, одни леса, всю зелень вокруг, это, причем именно камера даже не передает этой красоты, тяжело это вообще передать, но страна здесь действительно просто красивейшая, и природа здесь вокруг необыкновенная. Мы добрались до заветного места, в общем-то вот вдалеке, как видите, вот такие вот купола, это и есть Верхим Виллэдж. Что хочу сказать, заранее, когда вы туда приезжаете, конечно же лучше сделать список, потому что вам попадаются довольно хорошие цены, и вы настолько бросаетесь в цены, что покупайте какие-то ненужные вещи, чтобы этого избежать, конечно же лучше сделать список, и потом от него можно как-то вот отходить, но не сильно. В том числе, хотела вам также показать просто переполненный паркинг, сюда приезжает неимоверное количество людей, вы посмотрите, какое большое количество машин, в общем-то все сюда рвутся, и в нашем автобусе в основном были одни китайцы, в соседнем автобусе в основном были одни китайцы. Такое ощущение, что здесь просто какое-то вот туристическое такое собрание туристов, куда вот их привозят, ну потому что, да, китайцы и русские, это, наверное, две нации, которые больше всего вот покупают всего, то есть вот такие две шоппинг-нации. Хотела вам рассказать такую особенность, Вертхайм-аутлит на самом деле существует по всей Европе, вы их найдете и в Брюсселе, и в Париже, и вообще в разных вообще странах Европы, но Вертхайм, как именно деревушка, существует в Германии, то есть в ее честь назвали этот аутлит, потому что это рядом, и, как вы видите, здесь вот план этой деревни, где можно посетить красивейший замок вокруг природы, так что ваш шоппинг спокойно можно соединить на выходные с каким-нибудь культурным отдыхом. Заодно хочу показать вам пару магазинов, в смысле вообще этот аутлит, как он выглядит, какие здесь первые магазины попадаются, все показывать не буду, потому что мне с собой надо по ним походить и одновременно снимать и показывать довольно сложновато. И первое, что я вам покажу, это будет вот такое вот колье, я уже его показывала в своих мастхэвов лета, и я купила как раз в этот день, сейчас я его сниму, чтобы вам показать. Кто не смотрел видео, вы можете, конечно, пройти по ссылке здесь рядом и его посмотреть, если нет, то я вам все равно могу рассказать. Итак, это настоящая береза, очень просто роскошного такого голубого цвета, нежного, выглядит это сзади вот таким чернением, качество действительно обалденное, сделано все до мелочей, очень красиво, здесь вот такие вот кристаллики, довольно увесистая, очень мне нравится также его, здесь замочек, и ношу я его практически каждый день, подходит к огромному количеству нарядов, к белому, к цветному, к платьям, к топам, и покупка была совершена в магазине Fossil, я там еще никогда ничего не покупала, было первый раз, но я теперь буду обращать внимание на их украшения. Следующие две покупки будут обувь, да, я какая-то вот прям маньячка обувью, но с этим уже ничего не поделаешь. Это будет обувь от Hannah White, первый раз я тоже что-то у этой фирмы покупала, мне она до этого была незнакома, в общем-то, стартовая цена была 150 евро, я их получила за 50 евро, просто жалко вообще, что там оставляют на такую цену, особенно если обувь качественная и ухоженная. Это вот такие вот ярко-зеленые туфли на такой танкетке из резиновой подошвой. Очень удобная обувь с резиновой подошвой, потому что они не скользят, и как-то вот некая такая происходит амортизация. Такой вот каблук, он довольно высокий, но не только, чтобы там какие-то шпильки были, очень они удобные, и цвет радует глаз, я думаю, что очень многие наряды этот цвет может украсить. Так что вот такая вот первая пара обуви. Вторая пара обуви от фирмы Navy Boat, тоже очень прям такая соблазнительная цена была, потому что они со скидкой были с 350 евро на 50 евро, тоже кожа, наверное, замшевая, и я, конечно, за такую цену не могла устоять, особенно, что модель тоже более чем красивая. Это вот такие вот лауферы, английский такой стиль, замшевая, кремовая, с коричневыми вставками и шнуровкой. Вот такой вот каблук, довольно высокий, и вот как это все выглядит. Конечно, везде кожа, даже потошка кожаная, хорошо они сделаны, и выглядит очень красиво. Что же, это было все, что я купила для себя, потому что очень многих размеров уже не было, ну и, конечно же, мне не хотелось подрывать наш бюджет. Дальше, что же мы купили для моего мужа? Мы зашли в магазин Lagerfeld, вернее, я его туда затащила, и купили ему там пару вещей. Хочу посоветовать, если вы ищете их в хорошие, хорошо сидящие вещи, зайти в этот магазин, но больше на скидках, потому что цены такие довольно немаленькие, но на скидках можно что-то прикупить. Мы купили вот такой вот поло синего цвета, здесь вот синий с белым, 100% хлопок, очень хорошо сидит, просто безукоризненно, и этим-то меня и подкупил магазин, что что-то не меряешь, очень хорошо вот сидит на мужчинах. Поэтому, да, качество ткани очень хорошее, и, не знаю, мне лично в этом магазине очень много вещей понравилось для мужчин. И также мы ему купили вот такой вот галстук. Понравился мне очень принт, это синий с белым. Конечно же, это шелк, очень красивый принт, интересный такой с огурцом. Что ж, на этом будет все, большое вам спасибо за внимание, если вам понравилось видео, ставьте-ка пальчики вверх, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой блог прочитать еще статьи, и говорю вам до следующих встреч, всем пока!